11 ДТП, в которых погиб один человек. По сравнению с прошлым годом, при таком же количестве аварий, статистика насчитывала 4 погибших. Количество раненых детей, у нас один ребенок пострадал в результате ДТП, а в 2016 году двое раненых детей было в результате одного дороже транспортного происшествия. Зарегистрировано меньше аварий с участием нетрезвых водителей. Однако число управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения не уменьшается. Первый квартал работы отметился рядом профилактических мероприятий. Февраль-март месяц отрабатывался совместно с ЦСН ГАИ России. У нас порядка 4-5 экипажей каждый день работали на территории обслуживания. Ну и многие, наверное, заметили, что последние дни у нас на дорогах появились приборы фото-видео фиксации, на которых стоит отметка, что это 8-й спецбатальон 2-го полка. Это проведение операции профилактической скорости по пресечению нарушений, связанных с красным режимом. На дорогах, обслуживаемых 6-м батальоном 2-го полка ДПС, зафиксировано 5 ДТП, а пострадавших и погибших детей нет. Отмечается снижение ОПГ по дорожным происшествиям также на одно ДТП, то есть спад небольшой, но проводится профилактическая работа, проводится в плане мероприятий, выставляются приборы по измерению скорости, то есть что также влияет на скоростной режим на федеральных трассах. В прошедшем году все основные происшествия были на областных дорогах, а в районе села Очкасово образовался аварийный очаг, поэтому большое внимание уделяется обеспечению безопасности на дорогах Автодора. Мы, значит, там установили на данном участке Очкасово-Городище Глинниково, на региональной дороге, с 3 по 6 информационные щиты, на них, значит, указано, внимание, впереди опасный участок дороги. Ну, здесь с нулевого по третий километр надо проработать с инспектором, что мы можем и можно будет внести в программу, там будет и ДОП программа по безопасности дорожного движения. На 2017 год запланировано устройство светофоров Т-7 и установка перильных ограждений прежде всего вблизи учебных учреждений. Будет отремонтировано порядка 50 километров дорог. Что касается городских дорог, то планируется нанесение дополнительной дорожной разметки и установка линий уличного освещения. Улица Колоберевская, это самая проезжая часть, то есть вдоль автомобильной дороги, плюс во дворы уходит, это Колоберевская 2-4, туда и Московская 21-Б. Улица Менделеева в районе дома 7-А, значит, строительство линии уличного освещения от улицы Докторова во дворы, мимо 6-го, 4-го дома и с выходом к 7-А. Значит, строительство линии уличного освещения «Перилог Зеленый» в районе школы номер 26. Участники круглого стола обсудили и итоги прошедшей встречи с представителями учебных учреждений, наметили совместное сотрудничество с мотоклубом «Ночные волки» и проведение уроков по безопасности дорожного движения для школьников на базе Центра «Фантазия». Ольга Юга, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.